МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнёр проекта – Пермская краевая клиническая больница. Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Здравствуй, Максим. Здравствуй, Ксюша. Отлично выглядишь. Спасибо, коллега. Ты тоже прекрасен. Кстати, поздравляю тебя. С чем? С тем, что я прекрасен или есть какой-то другой повод? Повод есть всегда, Максим. Ты только посмотри, какой хороший день, какое прекрасное время суток, погода отличная. Природа такая, что голова кружится. О, у тебя кружится голова, а пальцы не немеют? А при чём тут мои пальцы? Ну-ка, подожди, я тебя в пульс посчитаю. Что ты делаешь? Зачем это? Как сильно у тебя проявляется головокружение? Только в покое или когда ещё и ты физически нагружаешься? Максим, остановись, пожалуйста. Со мной всё в порядке. Когда я говорила, что у меня кружится голова, я не имела в виду головокружение. Я просто хотела, чтобы ты тоже увидел и оценил, какая жизнь прекрасная. Это точно. Но давление мы всё равно тебе померим. Это обязательно. Ну, после программы. А для этого, для начала, неплохо было бы её начинать. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Научиться лечиться». И с вами мы, её бессменные ведущие. Максим Самаров. И Ксения Степанова. Сегодня в программе. Здесь уже 20 лет борются за жизни детей. Онкогематологический центр Пермской краевой детской клинической больницы. Чума 21 века. Какова ситуация с распространением ВИЧ в Пермском крае? И вся правда о гипертонии. Почему не всегда помогают лекарства? Максим, ты знаешь, мне кажется, не далее, чем вчера я приняла очень серьёзное решение. Я буду донором крови. Ого, это серьёзно звучит. А что тебя на это подвигло? Ну, просто я своими глазами увидела, кому может понадобиться моя кровь. Ну и где ты на этот раз побывала? В детском онкогематологическом центре. В этом году детскому онкогематологическому центру Пермской краевой детской клинической больницы исполняется 20 лет. В трёхэтажном здании размещены отделения детской онкологии, гематологии, палаты интенсивной терапии. Ежедневно здесь ведёт амбулаторный приём детский онколог. Сюда съезжаются пациенты со всего Пермского края. Ну, если взять сухие цифры статистики, то за эти 20 лет у нас, через нас широкий, прошло более полутора тысяч детей, первично диагностированных с онкологическими заболеваниями. Конечно, к сожалению, не всем удаётся помочь, потому что всё-таки детская онкология – это очень агрессивный вид рака, и порой нет медицинских технологий, которые могут помочь в том или ином случае. К счастью, большинству детям нам удаётся помочь. Ещё каких-нибудь 10 лет назад выживаемость от онкологических заболеваний у детей и подростков в Пермском крае составляла около 30%. Сегодня этот показатель удалось поднять до 85%. Применяются практически все методы лечения, которые могут помочь. Это химиотерапия, это новые препараты, моноколональные антитела. То есть когда лекарственное средство конкретно влияет на раковую клетку, это все виды лучевой терапии. Если это невозможно провести в пермских клиниках, мы детей посылаем в федеральные центры. И это всевозможные виды хирургической помощи для наших детей. Лечение в детском онкогематологическом центре проходит в соответствии с международными протоколами, созданными на основе последних исследований. Врачи определяют наиболее оптимальный курс лечения для каждого ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. Если появляются какие-то новые инновационные методы лечения в детской онкологии, мы стараемся их применять одними из первых. Задача детского онколога не только продлить жизнь, но и вылечить ребёнка для того, чтобы он стал взрослым, чтобы он создал свою семью, чтобы он мог найти свою любимую работу. А для этого необходимо ещё не только лечебное мероприятие, но и реабилитационное мероприятие. В реабилитацию включаются не только медикаментозные, но и социальные моменты. То, чем занимаемся мы совместно с психологами, с волонтёрами. Психологическая реабилитация онкопациента должна начинаться с момента постановки диагноза, утверждают специалисты. Это особенно важно, если пациент ребёнок, а в больнице ему предстоит провести полгода и больше. Нельзя потерять ни одного дня детства. У них меняется взгляд на жизнь, и теряются, это очень важно, теряются смысл, как мы называем, мирной жизнью. То есть, если просто ребёнок, да вот просто семья, представьте, без болезни, у них какие мечты или цели? Сидеть на море, завести собаку, построить дачу. То, когда вдруг начинается война, начинается онкология. И цель в жизни становится одна – выжить. Протом, это становится цель в жизни семьи. Всё направлено на то, что ребёнок выжил. И это происходит годами. И когда они выписываются из больницы, они не могут найти других целей. Поиск целей, новых смыслов, ради которых стоит жить и стоит выздоравливать, работа не только врачей, психологов и пациентов. Так как дети находятся долго в больнице, им надо общаться с новыми людьми, им надо читать, им надо играть, им нужны новые книжки, им надо смотреть хорошие мультики и так далее, и так далее, то это всё делают волонтёры. Наша задача – поддержать у ребёнка интерес к жизни, предложить ему те виды деятельности и общение с такими людьми, которые вот эту вот искру интереса к жизни у них поддерживают. Среди постоянных партнёров детского онкогенотологического центра – Пермский театр оперы и балета, театр-театр, кинотеатр «Премьер» и многие другие пермские организации – просто прямяки, художники, музыканты, фотографы. Мы четвёртый год занимаемся фотографиями, у нас очень много фотовыслов, особенно подростки, очень переживают, когда у них из-за химиотерапии меняется внешность. У них выпадают волосы, кто-то худеет, кто-то, наоборот, полнеет. Мы с помощью фотосессий показываем детям, что они могут быть прекрасно, красивые, несмотря на то, что у них внешность поменялась. Сначала девочка в 14 лет истерит по поводу того, что как я буду жить без волос, а потом, когда появляется такое достойнство в глазах и такой вызов на этих фотографиях, понимаешь, что всё делается правильно. Пойдём к папе? Да. Пойдём к папе, пойдём к папе. Я не хочу сказать, что в детской онкологии с годами становится работать легче. Нет. Каждый раз, когда говоришь тяжёлый диагноз родителям и ребёнку, всегда так же переживаешь, как и это ты делал в первый раз. И к этому невозможно привыкнуть. Поэтому мы не просто лечь, мы проживаем с ребёнком и с его семьёй эту болезнь каждый раз заново. Сейчас многие детишки к нам приходят уже взрослыми, показывают своих детишек, которыми мы считаем своими внуками. Многие приглашают нас на свои свадьбы. Мы этому очень рады и это очень приятно. Детская онкология – это серьёзное испытание. Не только для самого ребёнка и его семьи, но и для общества в целом. К счастью, каждый из нас может помочь врачам спасать детские жизни, стать донором крови, например, или волонтёром. Ах, эти чёрные глаза! А дальше я слов совсем не знаю! Я вижу, тебя тоже проняло, Максим. Да, твоё хорошее настроение оказалось заразным. Жизнь действительно прекрасна и удивительна, несмотря на все невзгоды и опасности. Опять ты, Ксюша, в опасностях. Ты о чём на этот раз? Я о ВИЧ-Максим. Впрочем, об этом пусть расскажут профессионалы. В Пермском крае зарегистрировано уменьшение количества новых случаев ВИЧ-инфекции. Более чем на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это существенный результат, отмечают специалисты. Мы это связываем с тем, что за последнее время мы провели очень большую работу. Буквально мы за последние 3 года увеличили количество ВИЧ-инфицированных, которые находятся на терапии, то есть получают лекарственные препараты. Кроме того, мы увеличили охват скрининговыми исследованиями, то есть мы стали больше обследовать население, стали больше выявлять этих случаев, ставить их на диспансерный учёт, стали их больше лечить. Логика проста. Пациент Центра по профилактике и борьбе со СПИД, который получает антиретровирусную терапию, перестаёт быть источником заражения для других. Меньшую опасность для окружающих представляет и тот, кто просто знает о своём диагнозе и предпринимает меры безопасности. Плюс профилактика среди населения. Весь этот комплекс мероприятий впервые начал давать результаты. ВИЧ-инфекция – это же хроническое заболевание. Если ты сегодня начинаешь профилактические мероприятия, эффект ты получишь через несколько лет. Это как бы начало переломного момента. Конечно же, это заслуга в первую очередь коллектива Центра СПИД и тех организаций, которые находятся на территории Пенского края. Это консультационно-диагностические центры, кабинеты, люди, которые отдали этой работе многие годы своей жизни. Ну и не стоит забывать, что любое учреждение медицинское, которое даже не связано, не специфическое по ВИЧ-инфекции, оно работает в этом направлении. И это, в принципе, заслуга всего здравоохранения Пенского края. Согласно статистике, в 2015 году 30% всех новых случаев ВИЧ-инфекции были выявлены случайно в лечебных учреждениях края при профилактических осмотрах или подготовке к операции. Это значит, что все эти люди не предполагали, что могут быть ВИЧ-положительными. Что уж говорить о тех, кто ведет заведомо рискованный образ жизни. Пациенты, которые находятся на диспансерном учете, допустим, в наркодиспансере, они обязаны обследоваться на ВИЧ-инфекцию. То есть это первый блок. И второй – это когда в наркоучреждения поступают лица для прохождения медицинской экспертизы на алкогольное или наркотическое опьянение. Мы хотим, чтобы вот такие люди при экспертизе на употребление алкоголя или наркотиков проходили еще и недосвидетельствование на ВИЧ-инфекцию. Но на сегодня в нормативных документах это вот не прописано. Это добровольная процедура. Надо отметить, что процент выявления ВИЧ-инфекции в этой группе людей довольно высок, даже среди тех, кто согласился проходить процедуру добровольно. Если бы анализ на ВИЧ удалось сделать обязательным этот процент, был бы гораздо выше, утверждают специалисты. А потому смелых прогнозов на дальнейшее снижение показателей по вновь выявленным случаям пока не дают. Скорее всего, в 2016 году мы закончим или на уровне прошлого года, или буквально там 1-2-3 процентным снижением, возможно, в 2016 год. Но я как бы не питаю таких иллюзий, что и дальше у нас пойдет резкое такое снижение. Впрочем, сдать кровь на ВИЧ – это разумная предосторожность для любого здравомыслящего человека. Даже при отсутствии рискованного поведения узнать свой статус не реже, чем раз в два года просто необходимо. Приди, проверься и будешь спать спокойно. Тем более, это доступная процедура, она бесплатная абсолютно. Это можно сделать по паспорту, это можно сделать анонимно. Придешь, присвоишь себе какой-то номер. Разница только в том, что если ты сдаешь кровь официально, по какому-то документу, ты получаешь официальный бланк. Если ты сдаешь анонимно, тебе просто говорят, что да или нет. И не выдается никакой бумаги. Вот и все. Ах, как кружится голова, как голова кружится. Ксюша, прекрати. Я как человек с медицинским образованием совершенно не хочу понимать твоих шуток. У меня, Максим, от твоей непоколебимой серьезности просто голова кругом. Я так и понял. Знаешь что, сегодня я расскажу тебе о гипертонии. А то я так смотрю, ты очень легкомысленно относишься к своему головокружению. Ага, у меня еще и ветер в голове. Так вот, как бы мне не простудиться. Давай, рассказывай мне о гипертонии, только ничего не утаивай. Я буду предельно честен, Ксюша. Повышенное давление – это серьезная проблема. И каждому третьему жителю Земли уже поставили диагноз гипертонии. А еще каждый десятый не знает, что у него повышенное давление. Подожди, подожди. Как это не знает? Ведь с давлением шутки вообще-то плохие. Так можно и до инсульта или до инфаркта допрыгаться. А вот так вот, Ксюша. Высокое давление часто бывает без симптомов. И постепенно из-за этого страдают так называемые органы-мишени. Глаза, почки, сердце, головной мозг. Органы, в которых много сосудов. Ну и при каком давлении начинают страдать эти органы? Если говорить о нормальном давлении, то оно заканчивается на цифрах 119 на 79. А все, что выше 120 на 80, то это уже, как говорят американские специалисты, пред гипертония. А если выше 140 на 90, то можно смело поставить диагноз гипертония. Вот это ничего себе. Это что же получается? Один раз повышенное давление, и все? Диагноз? Ксюша, есть специальные приборы, которые измеряют давление в течение суток. Затем эти показатели анализируют и делают заключение, есть гипертония или нет. Если среднесуточные показатели выше 135 на 85 миллиметров штутного столба, то диагноз подтвержден. А вот интересно, а можно это самое давление измерять дома самостоятельно в течение дня, например? Конечно, можно, только нужно это делать правильно. Давай я тебе покажу. Тонометр. Измерять давление нужно правильно. Проводить измерение три раза через каждые пять минут. Человек, которому измеряют давление, должен сидеть. При этом правильно сидеть. Ну а что это значит, правильно сидеть? Не сутулиться, что ли? Зря смеешься. Например, если человек скрестит ноги, то давление повысится на 10 единиц. Если пациент напряжён, то это может быть тоже причиной повышенного артериального давления. Рука, на которой находится манжета, должна лежать на опоре. То есть мы с тобой сейчас нарушаем все мыслимые и немыслимые правила. Понятно. Ну, значит, мы не будем с тобой сейчас ничего измерять. Ну, хорошо. Измерять нужно три раза подряд. С этим понятно. Но если показания при этом каждый раз будут разными, то что? Вычислять среднеарифметическое? Именно так. А что необходимо сделать для того, чтобы снизить риски развития заболевания гипертонии? Я знаю точно, что на этот вопрос лучше других, ответит наш постоянный эксперт. Мы на связи с руководителем Пермского краевого центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Здравствуйте, Марина Александровна. Так что же необходимо сделать для того, чтобы снизить риски развития гипертонии? Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Максим. Риск развития гипертонии зависит от многих факторов. В первую очередь, это наш образ жизни. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, в два раза больше рискуют обзавестись гипертонии по сравнению с тем, кто активно занимается физкультурой. Каждый лишний килограмм массы тела увеличивает давление на 2 мм ртутного столба. Регулярное употребление крепких алкогольных напитков увеличивает давление на 5-6 мм ртутного столба в год. Выкуренная сигарета способна увеличить артериальное давление на 10 мм ртутного столба. Самый главный враг нормального давления – это хронический стресс. Поэтому для того, чтобы максимально снизить риски развития гипертонии, важно поддерживать нормальную массу тела, вести активный образ жизни, избавиться от вредных привычек и научиться справляться со стрессами. Скажите, а кто чаще подвержен этому заболеванию? В большей степени гипертонии расположены мужчины в возрасте 35-50 лет. Риск развития гипертонии значительно возрастает, если от высокого артериального давления страдают близкие родственники. Увеличивается вероятность развития гипертонии с возрастом. После 50 лет практически каждый второй человек страдает от повышенного артериального давления. Также имеет значение наличие сахарного диабета, заболеваний почек, проблем со щитовидной железой и надпочечниками. Все эти состояния могут способствовать повышению артериального давления. Скажите, если пациенту поставили диагноз гипертония, как длительно нужно принимать лекарства? Это очень важный вопрос. Если врач назначил лекарства, снижающие давление, пить их нужно постоянно. Нельзя забывать, что современные препараты не просто снижают уже повышенное давление, но и не допускают его последующего повышения. К сожалению, многие пациенты, несмотря на рекомендации врача, принимают таблетки нерегулярно, как им вздумается. Часто гипертония протекает без симптомов, поэтому нет стимула для приема таблеток. Но не зря ее называют тихим убийцей. Без видимых признаков гипертония ежедневно разрушает сосуды, готовит условия для развития внезапного инфаркта или инсульта. Здоровый образ жизни, регулярный контроль артериального давления, исследование рекомендациям врачей – вот основные правила профилактики сосудистых катастроф. Спасибо вам большое, Марина Александровна. Да, мы надеемся, что еще не раз встретимся в этой студии. С нами была руководитель Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. Максим, ну, я так понимаю, что если у человека только-только начинается гипертония, то с ней вполне можно справиться и не принимая лекарств. Конечно, Ксюша. Например, иногда бывает достаточно снизить количество потребляемой соли. Ведь что такое гипертония? Это несоответствие объема крови и сосудистого русла. Произошел спазм сосудов, давление повысилось. А может быть другой вариант, когда сосуды нормальные… Но человек употребляет слишком много соли, которая задерживает воду, и от этого повышается артериальное давление. Совершеннейшая правда. Натрий задерживается в сосудистой стенке. Сосудистая стенка как бы отекает. Это может стать причиной повышенного давления. Поэтому ограничение соли очень важно. В норме человек должен принимать 5 грамм соли в день, а это одна чайная ложечка. Нужно иметь в виду, что мы едим столько продуктов, которые содержат соль, что еду можно просто не солить. Да, мы уже говорили, что соли много в колбасе, обычном хлебе и томатном соке, кетчупе, консервах и сыре. Но главное, Ксюша, для любого гипертоника – это снизить вес. Ну, например, пациент весит 120 килограммов. Понятно, что 20 килограмм сбросить будет сложно, но хотя бы 3 или 5 килограмм уже приведут к улучшению общего состояния. Ну, я думаю, что любой человек, даже самый неспортивный и самый занятой, может найти 15 минут на физкультуру. Конечно, можно просто пешком подниматься на свой этаж, а не на лифте. Вынести мусор, пропылесосить в конце концов. Ну и повторим ещё раз – не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу. И самое главное – пить лекарства от гипертонии нужно постоянно, всю жизнь, в одно и то же время и никогда не забывать. Ну вот это всё как раз понятно. Нужно соблюдать рекомендации врача и не отступать от них. Это правило для любого заболевания одинаково. А ещё стоит помнить, что болезни тянутся одна за другой. Почти у всех людей с избыточным весом есть гипертония и диабет. Диабет, в свою очередь, поражает сосуды почек, а это вызывает тяжёлую гипертензию. Замкнутый круг какой. Вот именно. И выйти из него не так-то просто, поэтому и повторяю из программы в программу. Заботьтесь о себе, следите за своим здоровьем. Да, берегите себя. И смотрите программу, из которой неизменно узнаете множество полезных вещей. И называется она – научиться лечиться. До встречи через неделю. Макс, я вот иногда думаю, зачем я тебя знаю вообще? Ты столько информации в меня вкладываешь, что у меня голова кругом. А, у тебя опять кружится голова, поэтому точно сейчас будем измерять давление. О, боже. Партнёр проекта – Пермская краевая клиническая больница. Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.